Всем привет дорогие друзья, вы смотрите канал China Gadgets и вчера компания Honor представила линейку флагманских устройств, в которую вошли сразу три смартфона, а именно Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro Plus. В принципе тут ситуация сложилась по аналогии с недавно представленными новинками Huawei линейки P, там тоже представили сразу три аппарата, которые даже в наименовании не сильно разнятся с новинками от Honor и являются некой платформой, я бы даже сказал базой для наших сегодняшних героев. В принципе девайсы получились довольно интересными и немного более доступными, чем продукты материнской компании, и если данное видео наберет хотя бы 1000 лайков, я обязательно раздобуду новинки на большой обзор и тестирование. Ну а сейчас присаживаемся поудобнее, запасаемся клубникой с селёдочкой, ибо сейчас я максимально кратко и содержательно постараюсь вам рассказать о всех фишках и функциях новеньких Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro Plus. Ну и по классике стартуем с младшей модели, Honor 30 получила совершенно новый чип собственного производства, а именно Kirin 985, а с максимальной частотой работы ядер до 2,6 ГГц. За график включает у Mali-G77 объём же оперативной памяти в зависимости от модификации будет варьироваться от 6 до 8 ГБ. Объём же встроенного накопителя также будет плавать от 128 до 256 ГБ. Но и разумеется, про поддержку фирменных карточек памяти производитель не забыл, они поддерживаются всей обновлённой линейкой. Питает всё это дело баночка на 4000 мА, не рекорд конечно, но в целом сгодится, плюс завезли ещё и фирменную 40-ваттную быструю зарядку. Экран новинки это Full HD+, OLED-матрица с диагональю 6,53 дюйма и соотношением сторон 20 к 9. Дисплей тоже обещают отличного качества, но вот с дыренью для фронталки всё же придётся мириться. Кстати, разрешение этой самой фронталки составляет 32 Мп, она кстати может в 4К 60 ФПС. Что же до тыльной, то в неё входят сразу 4 сенсора, основной сенсор на 40 Мп, телевик на 8 с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом, ширик на 8 Мп и 2-мегапиксельный макрообъектив. Что ж, базовая модель, а набор уже довольно внушительный, но и зная как компания работает софтом и оптимизирует камеры, качество фото будет на достойном уровне. Не супертоп, но и в грязь лицом не ударит. Далее мы переносимся к Honor 30 Pro, тут начинка ещё более интересная. Смартфон получил топовый обновлённый Kirin 995G с максимальной частотой работы ядер равной 2,86 ГГц. За графикой включает у Mali-G76 MP16, и BMG оперативной памяти составит либо 8, либо 12 ГБ. Ну и объём встроенного накопителя, также как и у младшей модели, представит на выбор либо 128, либо 256 ГБ. Но снова помним про карточки расширения памяти, так что отсутствие в топе версии на 512 можно простить. Питает же этого техномонстра аккумулятор объёмом в 4000 мА, и вот тут, конечно, небольшая досада. Так, для топа можно было бы расщедриться, например, на баночку в 4500 мА или в 4200, как на P40 Pro. Но, увы, нет, автономность тут будет однозначно на приемлемом уровне, да и быстрая зарядка тут на 40 Вт. Но 90 Гц экрана модификации 30 Pro Plus явно будет кушать побольше, чем стандартный на простой 30-ке. Кстати, сам экран получил разрешение 2340 на 1080 точек, OLED-панель и диагональ в 6,57 дюйма с закруглёнными краями. Но у обычной 30-ки Pro он будет на 60 Гц, а у версии Pro Plus на 90, и у обоих он будет вдвойне дырявый, как, в принципе, у новой линейки Huawei P. Как говорится, о вкусах не спорят и, возможно, смартфон вам покажется красивым, но лично мне эти отверстия у любых производителей, честно говоря, не заходят. Кстати, фронталка обладает сенсором на 32,8 Мп и также может в 4К и 60 ФПС. Что же до основной, то вот тут всё стало ещё интереснее. Обычная Pro-версия получила сенсор основной на 40 Мп, телевик с 3-кратным зомом на 8 и 16-мегапиксельный ширик. В принципе, набор добротный. А Plus-версия получила совершенно новый сенсор Sony MX700 серии на 50 Мп, а также 16-мегапиксельный ширик, 8-мегапиксельный 5-кратный оптический и 50-кратный цифровой зом и ТОВ-объектив. И вот Plus-версия прям очень близка к Huawei P40 Pro. Так что в плане фото-видео возможностей смартфон получился просто шикарным, да и без Plus-а тоже всё должно быть гуд. Однако, я неоднократно не устаю повторять, что только реальные тесты и сравнения расставят все точки над «и». К дополнительным особенностям новинок могу отнести сканер отпечатков пальцев в дисплее, конечно же NFC, поддержку быстрой беспроводной зарядки для Honor 30 Pro Plus, а также Plus может снимать супер-сломое видео с частотой до 1920 FPS. Поддержку карточек памяти, хоть и своих, но и отсутствие разъёма для наушников. Ну, это, конечно, такое себе. Honor 30 и Honor 30 Pro выйдут в чёрном, зелёном, серебристом, а также в уникальных металлическом и ярко-фиолетовом цветах здоровенным таким логотипом компании Honor. Хотя, вот эта идея лично мне понравилась, смотрится прикольно. Что ж, до ценников, то Honor 30 будет идти в трёх модификациях на 628, 8128 и 8256 ГБ, за которые производитель запросил от 423, 452 и 494 доллара, соответственно. Прошка же также будет поставляться в двух модификациях на 812 и 12256 ГБ с ценником от 565 до 635 баксов. Ну и самый жирный жир со знаком плюс будет иметь аналогичные модификации по памяти, но уже цены от 705 до 777 баксов. На этом, думаю, всё, дорогие друзья. Что ж, в целом, даже с учётом того, что Honor это бренд, нацеленный на более массовую аудиторию, ценники и новинки всё равно получились не самыми приятными. Но и не полетели в космос к штуке баксов, так что если смотреть на базовые версии каждой модели, то в принципе ценник получается приемлемым. Ну а 12 ГБ оператива, это, конечно же, хорошо, но в ближайшие год-два это уж точно не то, за что стоит переплачивать. Ну а с визуальной стороны, новинки мне действительно понравились. Ну, если, конечно, закрыть глаза на дырке в дисплее под фронтальные камеры. Если это видео оказалось вам полезно, не забудьте поставить большой палец вверх, подписываемся на канал, жмём на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Ну и, конечно же, посещаем мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм, там я публикую фото сессию устройства, а также там проводятся голосования за следующие интересные девайсы для обзоров. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку, ну и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok